Ну вот еще про ракеты немного давайте поговорим. Северная Корея в очередной раз запустила баллистические ракеты из двух снарядов. Один взорвался сразу после стартов, а второй упал вблизи Японии. По данным японской разведки, запуски были учебными. В КАДР тестируют ракеты средней дальности нового поколения. Они рассчитаны на дистанцию в полторы тысячи километров. При этом мировое сообщество запрещает пхеньянам проводить такие испытания, но запрет только в этом году нарушался уже несколько раз. В связи с новым запуском, сегодня утром в Токио собрался Совет национальной безопасности. Премьер-министр Японии заявил, что уговорить союзников принять КАДР жесткие ответные меры. По нашим данным, фрагменты ракеты упали в японской экономической зоне. Это представляет собой угрозу национальной безопасности Японии. Это прямое нарушение резолюции ООН. И мы выражаем решительный протест к действиям Северной Кореи. Мы будем работать вместе с США и Южной Кореей, чтобы решать эту проблему. Пуск баллистической ракеты мог стать ответом на решение Вашингтона и Сеула о размещении в Южной Корее системы ПРО. Так считает военный эксперт Александр Жилин. Он предполагает, что в ближайшее время ситуация вокруг КАДР будет накаляться. Я думаю, что будут доводить ситуацию до того уровня, чтобы спровоцировать внутренний взрыв. Но это не поможет. Это не поможет, потому что там есть идеология, которая чем жестче против страны выступают, тем сплоченнее они вокруг своего лидера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!